Золото чемпионата Европы по чир-спорту завоевали ивановцы. Команда стала лучшей в категории чир-джаз, оставив позади соперников из Австрии и Словении. Последние, к слову, в прошлом году были чемпионами. Для хореографического ансамбля «Грация» под руководством тренера Анны Подкорытовой это первое достижение столь высокого уровня. Должна быть энергетика, должно быть желание бороться, победить, желание сплоченности и любви к тому, что ты делаешь. Это очень важно передать, чтобы взрослый человек, спортсмен такой же, наверное, судьи, они все спортсмены, они через это прошли, они это все знают. И до них должно дойти до мураша, как ты это все переживаешь, как ты это чувствуешь. Возраст спортсменов в ивановской команде от 14 до 20 лет. Подготовка была непростой. Многие ребята параллельно с тренировками сдавали выпускные экзамены. На трехдневном чемпионате ребята представили номер под названием «Тревожное дуновение», за который и получили от судей высший балл. Мы старались передать все эмоции, которые мы чувствовали по отношению именно к музыке. И старались донести ее до каждого болельщика, который пришел на трибуну поболеть именно за нас. И старались дать ему максимально возможное количество эмоций. Чемпионат Европы для ивановских спортсменов – уникальная возможность вживую посмотреть на выступления своих коллег из других стран. Как признаются сами спортсмены, у конкурентов выше слаженность действий и синхронность. Наш козырь – сильная энергетика и хорошо поставленный танец. Этот чемпионат Европы был для нас незабываем. Во-первых, потому что было очень много трудностей на пути к нему. А до сих пор, наверное, я испытываю те эмоции, что были на награждении. Потому что мы, хоть и были в себе достаточно уверены, до конца не знали, кто же все-таки будет первым. Потому что все команды были очень сильными. Впереди у ивановских спортсменов небольшая передышка. А уже осенью начнется подготовка к новому сезону. Чемпионат России и Европы. Но заветная мечта, конечно, представить область на мировом чемпионате в Орландо. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ Иваново.